Самарцы смогут сдать Мурма ГТО в фитнес-клубе, сообщает в телеграм-канале Советского района. К участию допускаются граждане основной медицинской группы, имеющие допуск врача в возрасте от 6 до 70 лет. К обязательным испытаниям относятся проверка скоростных качеств, бег на короткую дистанцию, проверка выносливости, бег на длинную дистанцию, проверка силы, подтягивания, отжимания, рывок гири, проверка гибкости, наклон. Подробнее об акции и условиях участия можно узнать на сайте, адрес которого на экране. Чем малоимущая семья отличается от малообеспеченной, объясняет в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Малоимущей считается семья со среднедушевым доходом, ниже прожиточного минимума в регионе. Ей положены специальные выплаты и львоты, например, социальный контракт, натуральная помощь, разовые выплаты в регионах, бесплатное питание в школе, обеспечение жильем, юридическая помощь, стипендии. Обычно все оформляется в соцзащите. Термин «малообеспеченная» как правило используют для назначения пособия с учетом нуждаемости семьи. При беременности детей до трех лет, от трех до семи лет и от восемнадцати до семнадцати лет. В Самаре продолжается подготовка к новогодним праздникам, напоминает телеграм-канале Красноглинского района. Город украшает зимними и ламинационными декорациями. Самые масштабные из них устанавливают на склонию площади Славы. Здесь развернулись наиболее трудоемкие работы. Сначала идет установка металлоконструкции каскадного фонтана, который представляет собой инсталляцию из большого числа элементов, имитирующих волны. Затем на каркасе разместят светодиодные ленты с динамическим эффектом. Их общее число составит 66 штук. Кроме того, будут расставлены отдельные фигуры, которые дополнят композицию. Они расположатся в основном по бокам и в верхней части. Столица региона состоялась 24-е заседание Совета депутатов Кировского внутригородского района, сообщает телеграм-канале. Депутаты рассмотрели проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также внесли изменения в положение о публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе городского округа Самара и в положение о порядке организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности. Данные положения приводились в соответствие с действующим законодательством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова